Творчеству и креативу у этих представительниц прекрасной половины можно позавидовать. Настолько разнообразны их ремесла. От игрушек до изящных стеклянных сувениров, от мылоручной работы до лаванды. Даже такие необычные хобби можно и нужно развивать. Наше увлечение это лаванда на данный момент. Раньше было вязание, сейчас лаванда. У нас свое поле, ну маленькое, конечно, не такое, как в Провансе. Мы выращиваем лаванду у нас в Беларуси, маленький прованс. Белорусский прованс не единственное достижение творческих и креативных брещанок. Каждая из них не просто занимается своим хобби. Она старается достичь совершенства. Причем первыми, самыми главными критиками результата являются близкие. Увлечение Анны Александровой началось с желания подарить близким максимально натуральную домашнюю выпечку. Сегодня Анна – востребованный мастер. Заказ принимается минимум за неделю. А на ярмарке девушка с красивыми пряниками, отличным сувениром под рождественскую елочку. Вообще мне очень важно, что есть моя семья. Поэтому сейчас мы не покупаем магазинный хлеб. Я пеку сама хлеб на закваске. Это как белая сдоба, так же и разные виды бородинский, ржанно-пшеничный, хлеб с семечками, безглютеновые варианты. Каждая ярмарка не просто праздник творчества. Это благотворительное мероприятие. Собранные здесь средства традиционно идут на помощь тяжело больным детям. Так доброе дело, сделанное поначалу для себя, становится еще одной лептой в помощь тем, кто ждет праздников и чуда больше других. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.